привет дорогие друзья а сегодня мы с вами поговорим про такой замечательный напиток как иван-чай с последнее время действительно очень много скажем так шума вокруг иван-чая и мы естественно как компания которая занимается напитками чайными напитками не могли мы него пройти прежде всего нужно сказать что же такое иван-чай это собственно трава то есть это не является чаем потому что чай это камелия иван-чай это извините у нас кипрей который очень довольно таки сильно распространен на территории не только россии практически всего северное полушария вот можно его встретить не только у нас но в основном более таких северных скажем так широтах довольно таки быстро он растет на территориях скажем подвержен каким-то изменениям например очень многие встречали в участке на пожаре чах первое что вырастает таких вот условиях еще у него есть много других названий самый пожалуй такое известно это копорская трава и именно это название он получил период своего распространения именно как напиток откуда же произошло это название есть такое село которое называется копорье она находится в ленинградской уже сейчас области и именно как раз от него вот этот чай напиток и получил название копорский чай или копорская трава активное распространение он получил в девятнадцатом веке именно как скажем так не столько независимый напиток а как напиток имитирующий китайский чай отсюда очень много скажем так было разных историй о том что к иван чая запрещали потому что это был некий такой заговор против россии и так далее корень всех этих историй в том что действительно очень многие предприимчивые торговцы чаем использовали внешне похожий после обработки после серии подверг такой может тоже продвигаться ферментации как и чайный лист использовали внешне похожий иван чай или копорскую траву для фальсификации китайского чая эта история была очень широко распространена 19 веке настолько что какой-то момент чай торговцы даже просили собственно государю собственно комиссию запретить это дело и как-то ограничить чтобы не продавали иван чай под видом китайского вот либо подмешивали бы пачок от этим очень активно воспользовались в общем-то европейцы в том числе кстати англичане для того чтобы как-либо как-то выдвиг вытолкнуть русских купцов с европейского рынка где восемнадцатом веке в общем-то русские купцы доминировали потому что когда еще не было так сильно развито судоходство и только-только зарождалась тертинская компания россия была очень-то единственным поставщиком чая в европу таким вот по камере самым крупным а в любом случае на протяжении почти 100 лет это было собственно через кахту через дорогу фирм так сибирскую сибирский тракт вот эти вот немного мы снимали видео про деревенька сям айцун который находится кстати недалеко от вышание правительство день откуда в общем-то начиналась одна из дорог того самого древнего чайного пути так вот собственно распространение вот этой вот фальсификации иван-чая сыграла с русскими купцами злую шутку англичане решили использовать некую такую газетную утку то что якобы русские подмешивают какую-то там свою траву китайский чай поэтому русский чай не нужно покупать нужно запретить и так далее это естественно очень сильно ударило по бюджету русских купцов и вы знаете очень-то англичане практически вытеснили еще параллельно с этим развивая свою торговлю морем с китаем да там все вот эти вот пошли истории не очень-то вытеснили россию оттуда на основе этого развивалась такая некая как я уже говорил такая концептологическая теория что вот там тот самый русский древний полезный напиток его вытеснили там вот был заговор против этого не было никакого заговора на самом деле были обычные экономические причины что же такое иван-чай в общем-то как и говорил это обычный обычное растение которое может быть как и чайный лист подверг на ферментации и опять таки может быть и не ферментированным в настоящее время связи с общим таким подъемом интереса к русской традиции к русской культуре к неким каким-то таким возврат неким корням скажем так в общем-то активно начали многие целеустремленные фермеры и просто даже скажем так просто люди скажем даже может далекие какую-то фермер сцена просто выезжать там за город делать это чай для себя там до поиски небольшие производства то есть это такой некий сейчас массовый процесс а мы тоже за ним следили и напиток действительно очень вкусный полезный то есть он раз из тех которые хорошо кстати пить вечером перед сном так как он не содержит кофеина то есть иван-чай очень распространялся довольно активно еще до 19 века среди на первом настроении некоторых где был запрещен обычный чай как содержащий кофеин или как такой просто приятный напиток перед сном да то есть он просто ослабляет успокаивает скажем так у него больше такое даже седативное может чем-то воздействие хотя тоже опять-таки как из учащаем бывают некоторые индивидуальные такие особенности то есть зависит уже от вот кроме того то есть он практически не содержит никаких противопоказаний и как именно такой приятный вкусный напиток универсальным применением распространен в разных видах то есть я говорю есть машины способ производства такой более массовый есть ручной а есть эти разные виды гранулирован иван-чая я например не очень люблю такие я считаю что все-таки наиболее вкусные качественные на крупный листовой и поэтому мы за некоторое такое время поиска и знакомства с разными производителями нам прислали очень многие пробники ездили на них ты разные производства смотрели позже будут видео уже об этом может быть не надо же успеем в этом году или нет но постараемся в общем иван-чай у нас сейчас представлен на в четырех позициях но в основном больше всего на нем и делаем упор на новгородский вот такие вот два сорта сейчас я пью черный новгородский призем на сильно ферментированный иван-чай абсолютно невероятно то есть такой яркий приятный вкус очень чистый настой у него то есть сделан очень правильно это именно производство довольно таки крупная но при этом люди которые производят его действительно очень таким достаточно хорошими знаниями о технологическом процессе есть также и такие вот уже более простые скажем таки народный домашний способ производства этот у стульской области есть еще из орловской они все делаются очень небольших количествах но у них есть опять-таки некоторые нюансы ты можешь сравнить как например вино там грубо говоря домашний вино заводской да то есть есть какие-то плюсы-минусы того другого но мне я все-таки склоняюсь больше именно к новгородским мне не кажется более интересными и более качественными и более стабильные именно эти все вкусовые особенности вы врача и в общем-то как и у чая обычного есть тоже времена сбора да то есть считается что самый хороший ранний весенника собирается только верхние листочки да то есть тоже как пускать потечка дату стипс первое первое значит флеш собирается значит и потом уже идет в обработку а есть как бы уже более подняться рта когда берется более крупный лист вот они все разные по вкусу и в принципе тоже пробовали самые разные варианты изготовления и так далее и в общем то не все тоже отличаются есть некие такие вот общие с чаем до счет как живу любой живой продукт абсолютно в плане он еще не отличаются то есть нет какого-то такого универсального вкуса одинакового абсолютно у всех партий в целом что еще можно сказать про иван-чай то что действительно как я уже говорил не имеет какие-то противопоказания можно его пить в общем-то в любых количествах ну-ка не слишком конечно больших как и любую можно и водой и воды может слишком много перебить кроме того что еще важно сказать об иван-чая то что в нем содержит такие полезные элементы как танин, пректин и флавоноиды которые очень благотворно влияют на желудок то есть при гастритах при заболеваниях относительно перстной кишки при даже язве советую потреблять иван-чай и он показывает очень благотворное воздействие ну так же кстати как и про некоторых воспалительных процессах там ухо-горло-нос и так далее то есть в общем то точно такой полезный напиток кроме того он является целом таким очлачивающим средством то есть как мы все живем в городе такой скорее кислотной среде и кстати чай вот обычный да он тоже довольно сильно окисляет организм очень полезно пить много воды и поэтому как раз такое сочетание днем там или вечером там даже чаечек а вот на ночь подпить иван-чай вполне себе даже такое хорошее сочетание то есть многими даже спрашивали а вот что такое что в такого подпить перед сном я говорил травы но вот может опять таки мяту можно травы можно и иван-чай все это очень хорошее такое действительно средство и кроме того он еще и очень вкусный как же правильно заваривать иван-чай надо сказать что план чай может носиться двояко так как это очень трава который называют чаем то можно к нему относиться и как чаю и как траве то есть можно вы заварить просто обычным настаиванием не обязательно там сидничка беседичка в стеклянной посуде или просто в кружке в общем то он абсолютно не церемониально в этом плане но можно в общем то и проливами то есть я неоднократно заваривал хороший иван-чай на пирот который мы сейчас к распьем да и этот это все я заваривал проливом получается просто другой немного напиток тоже постепенно раскрывается вкус то есть точно то же самое технология что и с правильным китайским завариванием поэтому тут можно действительно экспериментировать если вы хотите получить более такой мощный с однородным вкусом настой то можно настоять заварить там 5-7 минут да вот там количество по вкусу и так далее можно заварить проливом то есть тут нет каких-то таких четких прям правил вот поэтому я желаю вам хорошего здоровья приятных чаепитий и до новых встреч